Подавництво футбольного манежа началось в конце минулого года. С городского бюджета на взведение администрации на бытового будинка и подведение коммуникаций выдатка волейболь за 5,5 миллионов рублей. А купол и штучное покрытие на сумму около 2 миллионов поставила Белорусская Федерация Футболу. У футбола, как и у других видов спорта, есть много составляющих успехов. И один из них кроется в развитой инфраструктуре, которая включает в себя небольшие поля во дворах, стадионы, школах, хорошие современные поля в футбольных клубах. И, конечно, вершина – это современный городской стадион. Керавник областной выконавчей улады Анатолий Лис подкрыслю, что в регионе развитию футбола надается великая увага. Этим видом спорта в области займается около 5 тысяч человек. В Брестской области я рад, что последние годы футбол развивается. В области у нас первая академия была открыта по футболу в городе Пинске, вторая академия в городе Бресте. У нас очень много детей занимается этим видом спорта. Это радует. Новый спортивный объект передаден на баланс Брестского областного центра Олимпийского резерва по футболе. Сегодня у них займаются 680 хлопчиков и девочинок. У их распоряжения комфортные распранальни и душовые, в учебно-методичные кабинеты и тренажерные залы, кафе. Олегалуное, конечно, футбольное покрытие под куполом. Манеж оттепляется, так что зимой займаться футболом тут будет комфортно. Этот объект мы уже очень давно ждали. В тренировочном процессе раньше практически 4 месяца выпадало зимних для подготовки спортсменов. А сейчас можно заниматься круглогодично. Юные футболисты уже поспели оценить новый спортивный объект. Он очень большой и очень красивый. И удобный. И тут намного больше людей помещается. Очень мягко. Ты не падаешь, когда мокро в кроссах. Меркуется, что у Манежи будут займаться не только юные футболисты, а и профессийные футбольные команды будут проводить тут тренировочные сборы. В тренировочном процессе, вот именно в начале сезона, когда начинаются подготовительные занятия, то, конечно, он будет использоваться. Хотя команда, безусловно, будет ездить на сборы на травяные поля, там, где сейчас солнце и тепло. Но на начальном этапе, конечно, будет использоваться. Потому что обычно команда начинала на открытом газоне, на стадионе Юность, тоже на искусственном поле. Но там часто бывает, что то снег заметет, то дождь идет. А здесь в шикарных условиях есть возможность нормально готовиться. После урочистой церемонии открытия Манежи на его поле отбылась и первая гульня. В символичном розыгрыше мяча приняли удел премьер-министр Сергей Румас и керавник в области Анатоль Лис. Первыми газон Манежи опробовали команды ветеранов Брестка и Динамо и сборной федерации футбола. Людмила Салзин, Александр Сивицкий, Телерадио, компания Брест.